Добрый вечер еще раз. В Николаеве действительно уже больше двух недель идет такое противостояние, и З-команда пытается всяческими способами не допустить нашу команду оппозиционной платформы «За жизнь» к участию в выборах. Организатором этой травли является руководитель областной организации «Слуги народа» и по совместительству руководитель монобольшинства Верховной Рады – это Давид Арахами. Причем на каждом углу он кричит о том, что это делается по указанию президента. Началось все банально с того, что блокировалась работа комиссии, блокировалась работа представителями «Слуги народа», голова комиссии от «Слуги народа», почему-то при участии тех же членов комиссии от ЕС, и все это приводило к тому, что комиссия не приняла решение. Был суд, который обязал комиссию снова рассмотреть, и вот здесь началось самое главное шоу, которое они затеяли. То прятали ключи, то забирали ключи от сейфа, то прятали документы. Все это хранилось в ненадлежащем виде. Вся эта чехарда этих сумасшедших событий происходила несколько дней, и я благодарен ЦВК за то, что они помогали членам комиссии в такое тяжелое время советами, как правильно поступить. Комиссия приняла волевое решение, они согласно закону все провели процедуры и рассмотрели вопросы. Но на сегодняшний день «Слуга народа», партия «Слуга народа» в Николаеве подала снова в суд на то, чтобы снять с выборов оппозиционную платформу «За жизнь». Причем сделано это было по каким-то надуманным, непонятным моментам, которые не имеют никаких законных оснований. И сейчас этот суд прошел, он отказал «Слуга народа», и разрабатывают сейчас план по тому, как дискредитировать нашу партию. Я знаю, что опять будут включены все силы для того, чтобы подать апелляцию. Я переживаю за то, что будет давление на судей происходить, потому что я знаю о том, что подключены все возможные силы, какие будут брошены на Николаев, потому что во всех кругах наших сказано, что мы сделаем все, чтобы не допустить оппозиционную платформу «За жизнь» к этим выборам. Пане Артеме, дякую за вид.